В Крым с визитом прибыла делегация из Ирака. Среди гостей лидер блока Аль-Архрара парламента Ирака, экс-министр правительства Ирака Атхия Найм Абдулла Аль-Ассади. Встречали всех прибывших вице-спикер Римзи Ильясов и вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. Римзи Ильясов подчеркнул, что этот визит является прежде всего признанием усилий Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом по достижению политического урегулирования на Ближнем Востоке. Характеризуя уровень взаимодействия между странами на современном этапе, вице-спикер Крымского парламента отметил необходимость использования на двусторонней основе всех предусмотренных возможностей для борьбы с наемниками, вероломно напавшими на Ирак и захватившими части его территории в угоду третьих государств. Мы думаем, что ирасский народ все это пройдет и восстановится суверенное государство Ирак. И, конечно же, я полагаю, что здесь значительную роль будет иметь усилия Российской Федерации для того, чтобы международный терроризм, в конце концов, уничтожить и оказать содействие политическому регулированию всех проблем и становлению Ирака как суверенного, в полном объеме государства. В свою очередь, Хиан Айм Абдулла Аль-Ассади отметил, что искренне гордится своей дружбой с Россией, поблагодарил за приглашение посетить полуостров и за гостеприимство. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие политических, экономических и культурных связей между Республикой Крым и Ираком. Конституция Крыма – это путеводитель для всех желающих видеть республику процветающим регионом России. Об этом заявил Сергей Аксенов на торжественном собрании в Государственном совете, посвященном празднованию второй годовщины Конституции Крыма. Также глава республики назвал документ ответом на всевозможные юридические манипуляции со статусом полуострова и выразил уверенность, что Конституция будет постепенно изменяться, все больше отвечая потребностям крымчан. Напомним, главный документ республики был принят 11 апреля 2014 года, а в закон и в силу вступил на следующий день, 12 апреля. Конституция стала прочной основой развития Крыма, отразила дух перемен, которых мы с верой и надеждой ждали почти четверть века. Это фундаментальный документ, который определяет, что все мы вместе и каждый из нас в отдельности ответственны за судьбу нашей малой Родины. Об истории Конституции Крыма в период с 1992 года до нынешних дней и о законности исторического документа рассказал Владимир Константинов. Он провел открытый урок для старшеклассников Крымской республиканской гимназии. Историю своей Родины должен знать и стар, и млад. Вторая годовщина Конституции Крыма в составе России – это хороший повод вновь вспомнить о событиях двулетней давности. Глава республиканского парламента рассказал школьникам об основных положениях действующей Крымской Конституции, принятой 11 апреля в 2014 году, и в каких условиях она принималась. «Самое главное, они должны знать, что мы сделали все законным путем. Мы никого не убивали на этом пути. Мы делали все абсолютно демократическим способом, чистыми руками. И поэтому будущее у Крыма будет такое цветущее, как сегодняшний день». В роль учителя Владимиру Константинову вживаться было несложно. В подобных мероприятиях спикер принимает уже участие не первый раз. По его мнению, сегодняшняя встреча со школьниками стала действительно плодотворной. И это один из важнейших шагов к дальнейшему процветанию республики. Эвелина Белошапка, Андрей Трещук, Время новостей. Очередное ограничение подачи электроэнергии действует с сегодняшнего дня в Симферополе. Напомню, с 11 по 18 апреля в столице Крыма начинает действовать режим экономии электроэнергии. Ограничение коснется промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, электротранспорта и других организаций, которые по статусу не являются стратегически важными и социально значимыми. По словам главы администрации города Геннадия Бахарева, эти неудобства горожане ощутить не должны. И что самое главное, это последнее ограничение подачи электроэнергии для Симферополя. Республиканская акция «Дорогами Победы», посвященная празднованию 9 мая, дополнилась еще одним ярким событием. С 8 апреля дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков первого крымского города Армянска по железным дорогам полуострова начал курсировать поезд Победы. Авторы идеи – правительство республики и крымские железные дороги. Следующим по маршруту стал город воинской славы Феодосия. Два паровоза, две теплушки, две платформы с военной техникой. К Феодосийскому перрону прибыл поезд Победы. Только по одежде встречающих можно отличить события современности от мая 45-го. Хотелось бы сказать, что сегодня жители Феодосии встречали поезд Победы, как, наверное, 70 лет назад встречали наших победителей. Массу поездов, которые возвращали с радостью, с музыкой, с весельем, ну и со слезами на глазах. Встречают, это вот сказать, что встречают на ура, это ничего не сказать. То есть поезд буквально как только подходит, его облепливают дети, взрослые, плачут, святые. То есть это адреналин, конечно, для нас. Такие акции могут заменить 10 уроков истории. Маленькие феодосийцы не отходили от поезда Победы ни на шаг. Что приятно, приходит все больше и больше детей, потому что вы видите, дети, радость, вот за моей спиной сейчас достаточно много детей. Это радость. Сначала это познание, опыт познания, потом возвращение в историю, потом изучение истории. Ребенка надо заинтересовать. А ведь еще пару лет назад среднекрымский школьник мало что знал об истории Великой Победы. Украина не приветствовала и не приветствует таких знаний. Вы знаете, действительно очень правильно сегодня сохранить то, что у нас есть, сохранить великую историю, не допустить ее искажения. И тогда долгие годы, я уверен, наша молодежь будет гордо нести знамя Победы. Много говорили о потерянном поколении, но мы помним, как молодежь вела себя в период Крымской весны, когда все как один вышли, подняли свои знамена и восстановились в России. Вот точно так же поднимаем флаг Победы и идем, чтим Великую Победу. Все меньше остается в строю тех, кто может поделиться своим богатым жизненным опытом. Ветеранов Великой Отечественной. В феодосийском муниципальном образовании их осталось 138 человек. И буквально 3 апреля мы попрощались с последним десантником, это Семеновым Иваном Николаевичем, который принимал непосредственное участие в керчевско-феодосийском десанте. Эстафету Победы принимают сегодняшние солдаты и моряки. Многие из них тоже уже имеют боевой опыт. А у поезда Победы в дальнейшем маршруте Керчь, Нижнегорский, Симферополь, Евпатория и Бахчисарай. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей. Феодосия. Правовая помощь, доступная каждому. В очередной раз на полуострове прошел единый день бесплатных юридических услуг. Эту программу два года назад разработала заместитель главы республики Лариса Апанасюк. И до сих пор проект пользуется большой популярностью. Только в Симферополе за один день возможностью получить бесплатную консультацию воспользовались около трех сотен человек. Прием ввели сотрудники Министерства юстиции, прокуроры, адвокаты, судебные приставы и представители пенсионного фонда. Рустем Асанов обивал пороги разных инстанций в течение нескольких лет, но выйти на заслуженную пенсию и при этом получать дополнительные льготы не мог. Законодательство тогда еще украинского Крыма не позволяло. Я по списку номер два числюсь. Это льготники. Я сейчас 59 лет, 60-й пошел у меня. При Украине три года не мог выйти, потому что прораб там было написано, а я работал начальником ДРП. Это значит, исправку я давал, что начальник ДРП выполнял обязанности прораба. Но мне сказали, что у нас, говорят, на Украине 75%, говорят, вы хотите 76-й открыть, что ли? А я что бы должен был делать? Но благодаря этому приему все разрешилось. Мужчина получил консультацию специалистов и выяснил, что проблема исчезнет в кратчайшие сроки. Вместе с ним юридическую помощь получили еще около 300 симферопольцев. Программа имеет очень-очень большое значение. Представьте себе, что в течение двух лет проконсультировано более 2,5 тысяч человек. Более сложные дела, там, где люди порядка 7-10 лет, скажем так, ходили, обивали ненужные им пороги и на территории государства Украины выносились незаконные решения. Такие особо сложные дела мы берем и, опять же, профессионально бесплатно их введем. И я смею вас заверить, выносятся судебные решения исключительно в пользу граждан. Помощью высококвалифицированных специалистов воспользовались и жители других районов полуострова. Бесплатный прием организовали в более чем 20 городах и поселках Крыма. Екатерина Наумова, Сергей Козырь. Время новостей. 50 лет не возраст. С юбилеем поздравили феодосийца известного городского краеведа, экскурсовода и актера Андрея Корнелецкого. Свой творческий вечер юбиляр так и назвал. Первый полтинник. Друзья по сцене разыграли для Андрея озорной скетч. Поздравил Андрея Корнелецкого с юбилеем и вице-спикер Крымского парламента Андрей Козенко. Он вручил юбиляру благодарственное письмо Госсовета Республики. Я вам желаю дальнейших успехов, неиссякаемой жизненной энергии. Счастья вам, успехов и добра. В погоне за победой в Симферополе прошли соревнования мотогонщиков в рамках первого этапа чемпионата и первенства республики. В этот раз состав участников был куда внушительнее, чем обычно. Вместе с лучшими крымскими мастерами за итоговый успех боролись спортсмены из других регионов России и даже Украины. Открытый статус соревнований позволил увидеть Крым Илье Беляеву. Гонщик из Нижнего Новгорода впервые на полуострове, однако о достижениях республики в мотоспорте наслышан. Говорит, в первую очередь бросилась в глаза гоночная трасса. Он изучал ее вдоль и поперек несколько дней. Здесь один просчет на дистанции может аукнуться большими проблемами. Трасса сложна своим покрытием. То, что это жесткий каменистый грунт, погода отличная, уровень соревнований отличный, подготовка отличная. Будем гонять. Все супер. Кстати, погодные условия не совсем удобные для зрителей. Гонщикам в самый раз. И скоростные качества можно проверить и в пироэдах поэкспериментировать. Чемпионат разыгрывается в двух классах – 125 и 250 кубических сантиметров. Что касается первенства, то тут их больше – 50, 65 и 85 кубиков. А также у нас присутствуют классы, как мы их называем, любители и три класса ветеранских. Эти ребята едут в зачет Кубка Федерации и Кубка ДСАВ Крыма. Тут важен не только спортивный, но и организационный успех. Наконец-то удалось привлечь к участию спортсменов с материка. Раньше это не удавалось в большей мере из-за логистики. Профильные федерации уверены, что теперь сарафанное радио сработает. Ведь календарь в нынешнем году обещает немало интересных соревнований. Планируется не меньше 16 мероприятий. В следующую субботу, в воскресенье, готовимся к Черноморску. То есть и так почти каждую неделю. На самом деле такой напряженный график. Я думаю, что он будет соответствовать тому, что мы запланировали. Это только мотоциклятные соревнования, но еще и автомобильные параллели. Валерия Населян, Андрей Трещук, Валерия Новостей. 24 года на страже правопорядка. Сегодня, в годовщину создания крымского «Беркута», в нашем эфире. История спецподразделения, как она есть, без прикрас и из первых уст. Интервью с тремя офицерами, стоявшими во главе отряда особого назначения с 1992 по 2014 год. Впервые они собрались вместе, чтобы рассказать о том, как все было на самом деле в непростой период нашей истории. От лихих 90-х через Майданы до воссоединения Крыма с Россией. Большое интервью смотрите сегодня в 21.00 в эфире «Первого Крымского» и в 21.15 на телеканале «Крым-24». Это была последняя информация выпуска. Удачи и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин